Музыка Большое спасибо организаторам за приглашение и возможность выступить. Ну и вообще хотел самые лучшие слова сказать относительно происходящей конференции, особенно в свете того, что заканчивается, надеюсь, пандемия, и после длительного перерыва это, конечно, совершенно выдающиеся, очень приятные события, возвращающие нас в нормальную научную жизнь. Так что, значит, большое спасибо. Еще не закончилось все, но уже ясно, что все прошло очень симпатично. Рассказывать я буду про нулидзе. На самом деле у меня доклад совсем не из аналитической теории чисел, а вот именно из анализа. То есть я прошу прощения, если будет не всем понятно, все-таки я этот доклад по анализу. Значит, и... Ну, тем прозвучало, да, я хочу сказать, что важнее всего будет в докладе как бы некое построение. То, что вот написано в заголовке, это будет результатом, как бы, то, что получится, а как бы смысл доклада именно в некоторых конструкциях, которые удалось обнаружить. Значит, ну, гипотеза Риммана хорошо известна. Зета-функция Риммана. Я потом скажу, дам более точное определение, как бы, кратко смысл такой, и то, что гипотеза Риммана известна. Значит, это одна из задач наиболее, может быть, наиболее значимых во всей математике, может быть, даже и самая важная. Тут уже некие мотивы, разные мнения бывают. Но, в общем, это несомненно одна. Значит, зета-функция Риммана. У нее есть нули нетривиальные, которые располагаются в полосе, где вещественная часть между нулем и единицей. Вот гипотеза Риммана известная говорит о том, что эти нули могут иметь только вещественную часть, одна вторая, то есть располагаться такой по осевой линии, по средней линии этой самой полосы. Для... Значит, один из подходов построить оператор ПОИА. Оператор ПОИА, такой гипотетически существующий самосопряженный альператор, самосопряженный оператор в Гильбертовом пространстве, у которого спектр лежал бы... Раз он самосопряженный, то он лежит на вещественной прямой, но так, чтобы спектр совпадал с нулями, вот этими нетривиальными нулями зета-функций, которые находятся в этой полосе. Значит, если бы удалось построить такой оператор самосопряженный, то, естественно, гипотеза Риммана была бы доказана, потому что спектр тогда находился бы не только в полосе, но и вот на этой самой прямой, о которой идет речь. В свете этого особое внимание уделяется дифференциальным операторам. Ну, какие здесь мотивы могут быть? Основной мотив состоит в том, что надо уйти как можно дальше от нулей, то есть нужно строить оператор... Ну вот по нулям его не построить, это как бы такие достаточно простые пересказы из одного в другое. Но дифференциальный оператор — это, видимо, просто наиболее широкий класс операторов, которые бывают и в которых, естественно, искать. Этим, конечно, не исчерпывается. Есть множество других хороших классов, в которых этим можно заниматься, но, пожалуй, все-таки я бы сказал, что с моей точки зрения у меня очень ограниченные знания по этой проблематике. Значит, мне кажется, что, по крайней мере, в нашей области дифференциальным операторам уделяется наибольшее внимание, и там кое-что уже... Ну, в общем, там можно... Люди занимаются этим. Впрочем, многим другим тоже занимаются. Так, значит, момент такой есть, довольно хитрый, то, что люди строили, пытались строить дифференциальный оператор, который бы давал то, что надо, и не получалось. Значит, не получалось, возможно, по каким-то причинам, что, может быть, так и... Ну, вот трудно, может быть, нет там таких дифференциальных операторов в каких-то разумных классах. Значит, вот если отступить немножко от такой задачи максимум и требовать, чтобы это был не дифференциальный оператор, а его одномерное возмущение. Значит, вот один... Да, ну, чтобы... Да, здесь специфика подхода такова, что хочется именно попасть точно в сами точки... Чтобы точки спектра этого оператора совпадали с множеством нулей зета-функций. То есть не чтобы аппроксимировали как-то, это совершенно отдельная область, когда речь идет о какой-то сколь угодно близкой аппроксимации, сколь угодно хорошей аппроксимации, но не, значит, вот какие-то пределы нужны. Нет, надо вот попасть... Это подход, это как бы есть разные подходы, а вот тот подход, в рамках которого я говорю, подразумевает, что мы попадаем точно точками спектра в нулит зета-функции. Вот, ну и как бы, значит, вот как можно отступить? Вот рассматриваем одномерные возмущения операторов, ну вот, может быть, попадем. Значит, была работа в связи с этим, Фадеева и Павлова, давняя, да, опубликованная в записках научных семинарах ЛАМИ, там был построен оператор дифференциальный, но он такой довольно сложный, то есть вот я немного времени потратил, но мне не удалось разобраться, в общем-то, но люди, знающие, умеют разбираться. Значит, довольно сложный на поверхности дифференциальный оператор, и берется его одномерное возмущение. Спектр совпадает с нулями зета-функцией, о которых идет речь. Но, значит, разумеется, когда... Это одномерное возмущение не самосопряженное, потому что если бы оно было самосопряженным, то, разумеется, тогда бы уже гипотеза Риммана была бы доказана за счет этого построения. Но вот как бы отступив от стремления построить оператор в нужном классе на одномерный оператор, на самом деле открываются определенные перспективы, которые я и хочу в этой области... Вот я там об этом буду рассказывать. Давайте сформулирую теорему после вступления такого, то, что результат рассматривается... Оператор Шрёдингера на правой полуоси. Значит, левый конец я для краткости обозначаю x0, хотя это вполне конкретное число, которое здесь написано, логарифм 4π. Потенциал Морса. Значит, у него потенциал Морса с константой плюс 1 вторая или минус 1 вторая. Если здесь 1 четвертая е в степени 2х, это стандартная часть потенциала Морса, меняется он вот этой добавкой. Тут потенциал Морса с коэффициентом плюс или минус 1 вторая. Замечу, что потенциал жутко растет на плюс бесконечности, экспоненциально растет, но тем не менее, получается... Такие операторы можно рассматривать. Можно так, можно так, все верно, и так, и так. Тут еще дальше будет свобода, поэтому... Дальше что мы имеем? На бесконечности у нас, как это называется, это называется случай предельной точки. То есть у нас там все самосопряженное, значит, не надо следить за тем, что происходит на бесконечности. А для того, чтобы оператор стал самосопряженным, нужно на область определения наложить граничное значение. У этого оператора чисто точечный спектр, поэтому нам нужно только одно совсем простенькое, причем техническое условие, чтобы точка 0 не лежала в спектре. Сейчас объясню, что это именно техническое условие. Дальше утверждение состоит в следующем, что мы берем оператор А в минус первый, вот, собственно, для того, чтобы его можно было взять, мы требуем, чтобы 0 не было в точке спектра. Значит, дальше вот это возмущение берем, возмущаем оператор ранга 1. И дальше получается как бы утверждение, но вот его немножко сложно, я сейчас перелистну, дальше будет попроще написано, нечто похожее, но существенно более понятное. Значит, то, что спектр попадает в нули в Z-функции с точностью до некоторого довольно простого преобразования плоскости комплексной, перевернуть там, 4 умножить, в квадрат возвести. Значит, давайте я лучше это объясню вот здесь. Значит, давайте представим себе, что мы взяли вот такое свойство рассмотрим, что мы взяли... Существует такой оператор, у которого спектр совпадает со множеством нулей Z-функции, но вот слегка перевернутым, это не влияет на картину, то есть преобразование очень простое, отслеживаем, поэтому... А что выкинули за минус в значении артенео? Сейчас скажу. Я вернусь обратно, я хочу просто... Здесь будет понятнее, а потом отсюда перейдем на предыдущую картинку, и там будет чуть-чуть более сложная формулировка, но здесь все виднее. Значит, здесь спектр... Значит, пусть А у нас самосопряженный оператор, и спектр у него был бы таким, что мы берем нули Z-функции, они лежат развернутые на вещественную прямую. То есть мы берем, грубо говоря, их мнимые части, если гипотеза Римана верна, а если нет, то мы берем то, что другие нули тоже берем. Значит, вот это ограничение, это то, что они попадают в полосу, значит, от этих мнимых частей мы их возводим в квадрат и делим на 4. Ну, грубо говоря, берем их квадраты. Они склеиваются, кстати, потому что картинка симметрична, но мы выкидываем... Один из них надо выкинуть, просто взять один, назначить его, выкидываем и убрать. То есть тут как бы довольно точно, эта штука, она отслеживает до одного, и один здесь, один ноль лишний, его надо просто выбросить. Вот если бы было так, значит, так не получается. Но спектр уходит на бесконечность. Поэтому здесь есть некий ресурс, который, в общем, тоже относится, его принято называть одномерным возмущением, что возмущается не сам оператор, а его резольвенты. Значит, возвращаясь сюда, здесь речь идет о том, что мы возмущаем резольвенты, и написано то же самое. То есть спектр возмущенной резольвенты попадает уже в соответствующие точки, в соответствующие нулям зета-функции. Вот здесь то утверждение неверно, потому что нельзя возмутить сам оператор. Но резольвенту возмутить можно. И также то критическое значение, значит, если бы у нас ноль не было бы точки спектра, то можно было то же самое сказать про резольвенты. То есть как бы тут это все... Ну вот одномерное возмущение в резольвентном смысле как бы имеется в виду. Значит, насчет того... Вот есть статья Лагариаса, в которой рассматриваются как раз операторы Шрёдингера с такими потенциалами. Он рассматривает их как игрушечную модель для изучения зета-функции Риммана. И у него как бы наблюдение состоит в том, что спектр так похож на... Спектр такого оператора похож на множество нулей зета-функции. Ну вот, значит, как бы объяснение, в каком смысле можно эту похожесть трактовать уже формально. У него оценки, у него через распределение нулей разные такие характеристики. А здесь как бы свойство такое то, что мы получаем это с помощью одномерного возмущения. Разумеется, так интуитивно ясно, что одномерное возмущение, оно так меняет, но не сильно спектр. Но и как бы это, ну в каком-то смысле, конкретизация вот этой игрушки его уже достаточно такая определенная. Ну и еще я хотел бы сказать, что если бы мы рассматривали... Ну интересно задаться вопросом о том, какой спектр имеет невозмущенный оператор. И вот он описывается в терминах модифицированных функций бесстель, в терминах нулей. Значит, ну вот если взять там плюс, помните, был потенциал плюса, одна-вторая, ну для знака плюс. И если взять граничные условия Дерихле, что в нуле функции области определения обращаются в нуль, то получается, значит, спектр — это как квадраты тех точек, в которых вот такая сумма модифицированных функций бесстель. Ну в общем, неважно, конкретная функция. Значит, я вот вникать в функции бесстель в докладе не будем, но просто есть конкретные выражения, вполне изучая, хорошо известных в науке объектов. и здесь они по существу оказываются. Значит, только я отмечу, что функция бесстеля, она обычно, у нее есть индекс, и у нее есть аргумент, но это в который мы считаем значение. Здесь переменная, переменная, да, переменная зарыта именно в индексе, а аргумент у нас фиксирован, 2π, и обратите на это внимание, пожалуйста. Да, значит, ну вот как это все делается? Основное, как бы, средство это, ну есть глубокая теория, я кратко сейчас расскажу, на это придется потратить время, потому что без этого, ну как бы, будет плохо. Это связь между каноническими системами дифференциальных операторов и пространствами Дебранжа. Значит, все объясню. Это, ну если грубо, то это обобщение преобразования Фурье. Вот, ну то есть, довольно точно. Преобразование Фурье действительно является частным случаем этого. Вот, ну а все это вместе, оно связано с теорией классов Харди, верхней полуплоскости. Это совершенно специфическая такая область, которая занимается, ну вот, в нашем институте. Это один из таких центральных объектов, ну может быть, некоторое время назад. То есть я хочу сказать, что выход над зета-функцией получился из моей области совершенно естественным, поэтому я не специалист по тому, что получается в зета-функции. Я с этой стороны к этому пришел. И, в общем, получилось то, что получилось. Значит, структура оставшейся части доклада состоит в том, что сначала я расскажу про классы Харди и пространство Дебранжа, потом мы построим пространство Дебранжа, в которое впишем зета-функцию Риммана, потом я расскажу про канонические системы и их связи с пространством Дебранжа, и потом мы все это вместе соберем, получится результат для дифференциального оператора, у которого получится спектр, как ожидалось. Значит, интерес здесь состоит не только в том, что... Вот лучше слышно, да, по-моему? Интерес состоит, может быть, не столько в конечном результате, который, наверное, тоже интересен, потому что он в каком-то смысле в возмущении достаточно простого дифференциального оператора, вот как у Фадеева и Павлова. То есть это я считаю важным достижением, но мне кажется, наиболее интересна здесь именно вся эта инфраструктура, которая в связи с этим возникает. Да, значит... Ну, пространство H2, оно, в принципе, достаточно классический объект, тем не менее, определение. У нас есть пространство L2, по мере Лебега, на вещественной прямой. Значит, если мы возьмем функции рациональные, с полюсами в нижней полуплоскости и линейную оболочку замыкания, получим как раз класс Харди. Другой взгляд на вещь, это, ну, как бы, кто не очень хорошо их чувствует, значит, то, что можно взять функции не на всей оси, а только на полуоси и сделать их преобразование Фурье. Тоже получится пространство Харди. То же самое. И что здесь? Да, функции из класса Харди можно рассматривать как функции на границе, на прямой, а можно рассматривать их в полуплоскости, потому что для функций с таким свойством, то есть то, что мы берем их носитель только на полуоси, у них получаются естественным образом определенные значения в полуплоскости. То есть они как бы и аналитические функции, и в то же время граничные функции из L2. Ну, и интересное такое свойство, в общем, довольно важное для понимания, что если взять пространство Харди, то его ортогональное дополнение это пространство комплекса сопряженных функций к нему. Так, значит, кратко было про Харди. Пространство Дебранжа достаточно близко к этому находится. Значит, для определения пространства Дебранжа одного конкретного требуется выбрать целую функцию E, и она должна обладать единственным свойством симметрии, что если мы возьмем точку в верхней полуплоскости, то значение в симметричной точке по модулю должно быть меньше, чем в ней. Значит, так должно быть для каждой точки. Ну, в общем, некоторое вполне осязаемое тоже свойство. Значит, называется класс Эрмита Биллера. Также, значит, это функции, которые являются структурными для пространства Дебранжа. Пространство Дебранжа определяется следующим образом. Сначала надо научиться переворачивать функции. Значит, переворачивать что значит? Это мы берем значение функции на вещественной прямой, берем там комплексно сопряженные, и строим целую функцию уже с такими значениями. То есть это переход комплексно сопряженной функции на вещественной прямой. Для того, чтобы это было все во всей прямой, нужно вот такое преобразование. Ну и пространство Дебранжа со структурной функцией E состоит из функций, которые, если мы поделим на E, или если возьмем перевернутую такую функцию и поделим на E, то мы попадем в класс Харди. То есть сама функция, деленная на E в классе Харди, и перевернутая. Нормы совпадают, и это нормы, которые в классе Харди получаются после такого деления. есть нормы пространства Дебранжа. Ну, здесь еще вот связь с пространствами модельными, я хочу сказать, да, то, что если рассмотреть функцию E перевернутую делить на E, то она оказывается внутренней. Внутренней это означает, что у нее граничные значения по модуле равны единице, а в полуплоскости она ограничена. Верхнюю полуплоскостью это вот такая, да. И как бы описание пространства Дебранжа состоит в том, что мы после деления на структурную функцию попадаем в модельное пространство такое. Значит, абстрактное определение пространства Дебранжа существует. То есть оно состоит в следующем, что в любой точке взятие значения является непрерывным функционалом, перевертывание является изометрической инволюцией. И то, что мы можем, если у функции из пространства Дебранжа есть 0 в точке лямбда, и мы переложим его, его уберем, а добавим 0 в точке комплексно-сопряженной, то получится новая функция, во-первых, из пространства Дебранжа, а во-вторых, с такой же нормой. То есть это определение, как видите, в каком-то смысле это общее определение целых функций, которые симметричны, инвариантны относительно переворачивания относительно вещественной оси. Так и есть. То есть говорится, что для каждого такого абстрактного пространства существует конкретная структурная функция. И наоборот, само собой, просто проверить. Ещё выводим дополнительное четвёртое свойство, что это симметрия относительно вертикальной мнимой оси. Это сужает класс пространства Дебранжа, но нам нужны только они, я поэтому и хочу особо отметить. То есть отображение, просто переворачивание уже центральной симметрии тоже не выводит из класса функции и сохраняет норму. Значит, это соответствует тому, что структурная функция обладает таким свойством. Всё очень просто, всё понятно. Да, с учётом того, что у нас есть возможность вот так переворачивать, у нас, естественно, возникает чётное и нечётное подпространство в пространстве Дебранжа. То есть оно распадается в прямую сумму чётной и нечётной части. Теперь давайте про дзета-функцию, чтобы я, наверное, утомил некой абстракцией такой, но это всё нужно. Смысл такой, что пространство Дебранжа — это вполне такая, как бы сказать, естественная штука для комплексного анализа. И они используются для спектрального анализа дифференциальных операторов. Я к этому вернусь чуть позже. Начнём. Всё, что связано с дзета-функцией, для тех, кто не знает, обычно воспринимается как нечто очень сложное, недоступное. Но я приведу просто простые факты, которые требуются именно для моих построений. И они, в принципе, ну, по-моему, если так не спеша, то вполне можно всё это осмыслить достаточно легко. Значит, определение для вещественной части, когда вещественная часть больше единицы, то дзета-функция задаётся рядом, абсолютно сходящимся. Значит, как дальше дзета-функция распространяется комплекс, как-то аналитическое продолжение налево далеко. Значит, первый шаг — это распространение её на единичку влево, то есть мы границу нашей области расширяем. Как это увидеть? Если мы рассмотрим вот такую функцию, значит, здесь фигурные скобки означают дробную часть числа. Как увидеть, что если вещественная часть больше единицы, то это определение совпадает с этим? Это нужно просто проинтегрировать по частям. здесь интеграл, значит, что у нас, как она называется? Не целая часть, дробная часть числа, она имеет скачки. При интегрировании по частям эти скачки как раз дадут сумму ряда здесь. Остальное всё исчезнет, это нужно просто аккуратно посчитать, всё получится. Да, значит, теперь дальше сделаем следующее, чтобы было понятно. Заменим переменную, вместо х напишем единицы на у. Получится преобразование Меллина. Преобразование Меллина — хорошо известный оператор. Это, так сказать, преобразование Фурье только с помощью источности дологарифмической подстановки переменной. И здесь получается, отсюда уже видно, что преобразование Меллина — функция, которая находится, носитель которой от нуля до единицы. Причём дробная часть, она всегда между нулем и единицей. То есть это преобразование Меллина ограниченной функции. Ограниченная функция на отрезке 0,1, она, разумеется, из L2. Получается преобразование Меллина функции из L2, то есть функции из H2. Ну и, соответственно, отсюда получается следующее утверждение, что если зета-функцию умножить на... Вот здесь, видите, мы уже делили её на s, а если мы теперь умножим на s-1, делённое на s, то есть мы убьём полюс в единичке, вот этот, который здесь, то это у нас и так уже в H2, оно там и останется при умножении. Значит, если мы убьём полюс, то мы попадаем в H2, но только не в верхней полуплоскости, а в полуплоскости, где вещественная часть больше одной второй. Ну, определение, естественным образом, переносится из верхней полуплоскости в любую другую, в частности, в нашу. Нам нужна вот такая полуплоскость. Да, значит, это, ну, как бы, по-моему, довольно просто. Да, и вот на этом, собственно, и построено было моё исследование. Я скажу кратко, у меня времени немного на всё, значит, что я делал. Значит, оказывается, что это всё не нужно. Сейчас я потом объясню, почему не нужно, но на это ушло очень много времени и много трудов. Значит, поэтому совсем кратко. Операторы тёплица определяются следующим образом, что, значит, вот есть символ, ограниченная функция. Значит, мы берём функцию из H2, умножаем её на символ, оказываемся в L2, проектируем обратно в H2, получаем оператор тёплица. Значит, функция, легко проверить, что если мы возьмём любую функцию и применим к ней оператор тёплица F чертой делить на F, то мы попадём, значит, то функция обнулится. Почему? Ну, потому что при умножении мы получим функцию F чертой, а комплексно-сопряжённая функция, она в ортогональном дополнении. Ну, значит, получается, ядро оператора тёплица здесь, естественно, возникает. Для ядер операторов тёплица развита очень такая серьёзная наука по их структурному описанию, и ей пришлось воспользоваться там где-то, но вот об этом я уже подробности здесь не буду рассказывать, я их рассказывал раньше на других докладах. Давайте посмотрим, что получается для нашей функции, про которую мы доказали, что она в H2. Получается символ такого вида, значит, вот эта штука при делении на комплексно-сопряжённую, наоборот, если комплексно-сопряжённую поделить на функцию, она даёт вот такой сомножитель. А от зета-функции, естественно, получается вот такой сомножитель. Значит, с этим сомножителем он размерность 3 даёт, она маленькая, небольшая, есть, ну, некоторые довольно несложные комбинации, как от него вообще избавиться. Значит, а второе, вот этот сомножитель, значит, если записать на границе нашей области, где вещественная часть 1, 2, можно так записать и так, то есть получается, что вот это комплексно-сопряжённое с зета-функцией, это просто значение зета-функции в точке 1 минус s. Но тут надо воспользоваться функциональным уравнением. Это известное уравнение для зета-функции, связывающее значения в точках симметричных относительно точки 1 и 2. Но его можно записать немножко в более, с моей точки зрения, естественной форме для восприятия. То есть получается, что наш символ имеет довольно простой вид. Вот это выражение для нашей функции, это просто отношение 2 гамма-функции, и здесь ещё экспоненты. То есть в результате получается, что задача сводится к изучению ядер операторов тёплицы с таким символом. И ещё здесь я тоже хочу отметить, что для того, чтобы симметризация гамма-функции, строится кси-функция Риммена. Значит, вот здесь зета-функция домножается на гамма-функцию, убиваются тем самым нули, которые уходят на бесконечность, по веществу на минус бесконечность. Берётся вот этот довесок, который соответствует вот этой функции, ну и здесь умножаем на s, s-1, это чтобы убить полюс. То есть получается кси-функция, значит, это симметризация зета-функции, она обладает уже свойственностью, что значения в точках 1 минус s, с точках s совпадают. Зачем 1-2 здесь, я не знаю. Пытался понять, но так и не смог. То есть она что-то нормирует, видимо, но не знаю. Вот. Значит, дальше делается следующее. Вот у нас символ оператора Тёплица, в нём мы гамма-функцию представляем в виде произведения. Берём приближение, соответствующее этим частичным произведениям, и строим для них вот это, применяем для них теорию, которую я говорил, вот для описания структурного, структурного описания получающегося пространства. Значит, да. Дальше получается там рациональная интерполяция, возникают гипергеометрические функции, надо перейти к пределу, получается модифицированная функция без селя k. Она уже возникала чуть раньше в докладе, она вот здесь и возникает. Вот, собственно, как бы если всё это проделать аккуратно, то это приводило естественным образом, ну, если переход к пределу, его как бы объяснить трудно, но он даёт формулу, которую хотелось найти. Найти её удалось, значит, после вот этих трудов с гипергеометрическими функциями. Это даёт предположение, почему оно не нужно, потому что когда утверждение сформулировано, то доказать его удалось достаточно просто. Вот уже после этого оно состоит в следующем, что функция вот такая, значит, как понимать, модифицированная функция без селя, вот здесь стоит s, нужно вместо s всегда подставлять вот такую штуку. Это значит функция от z. Это функция Эрмита Биллера, то есть структурная функция для пространства Дебранжа некоторого. Теперь дальше берём кси-функцию, развернутую на вещественную ось, вот таким образом. Оказывается, что она уже почти влезает в наше пространство Дебранжа, но чуть-чуть не влезает, потому что она не в l2. Но вот чтобы это сделать, надо просто поделить её на любой многочлен с нулями вот в нулях самой кси-функции, то есть просто поделить её на многочлен степени 3. И то, что получится, уже оказывается элементом пространства Дебранжа с вот такой структурной функцией. Значит, это первый результат. В общем-то, на нём всё, вот это, я бы сказал, ключ к разумению того, что происходит дальше. Здесь как бы, ну, много работы, а результат записывается в виде одной простой формулы. А доказательство у этой теоремы вот такое, то что, да. Да, значит, и здесь я объясняю, что возникают чётные и нечётные подпространства этого, что у этого объекта, потому что, ну, вот мы попадаем в тот случай, о котором я говорил. Да, доказательство опирается на очень простую изящную лему, которую мне по моему запросу, значит, выдал Роман Владимирович Романов, то, что вот такая функция, как здесь написано, она является ограниченной, ограниченной, обратимой в нашей полуплоскости. Значит, это, в свою очередь, опирается на известные манипуляции с модифицированными дзета-функциями. Там это сводится к стандартному, такому классическому для них соотношению. То есть, доказательство теоремы, оно, по сути, занимает там, ну, одну страницу, допустим, да. Но догадаться, в общем, это был большой труд. Значит, что это нам даёт? Нам это даёт оператор в пространстве Дебранжа. Значит, как здесь получается оператор? Значит, мы берём кси-функцию, убиваем два нуля, ну, два симметричных нуля. Ещё в пространство Дебранжа не попали. Чтобы попасть в пространство Дебранжа, надо поделить ещё раз на 3 нуля. Кстати, если на 2 поделить, то не попадаем. Это так, что результат точный. Вот, и нормируем так, чтобы в нуле значение было равно единице. Значит, тогда множество нулей такой функции, вот, которая здесь написана, будет совпадать, ну, вот, с множеством нулей Дзета-функции, за исключением двух выброшенных нулей симметричных. Вот, и оператор можно определить по следующей формуле на пространство Дебранжа. Мы просто, как бы, подгоняем с помощью функции φ, и подгоняем, чтобы попасть, чтобы можно было вычитать, да, чтобы значение в нуле, ну, чтобы можно было поделить назад. Вот, и делим. Получается оператор, вот здесь мы делим третий раз, как бы, на многочлен, ну, на линейный многочлен, после этого уже попадаем в пространство Дебранжа. Значит, результат такой, то, что вот этот оператор действует в нашем пространстве Дебранжа, ну, а точечный спектр у него такой, какой надо. Вот это можно проверить, собственная функция имеет вот такой вид. Значит, получается, что ограниченный оператор такого вида имеет точечный спектр, совпадающий с множеством нулей функции φ, то есть, на самом деле, функция x, развернута, там, вот, с выкинутой парой нулей, ну, только не с самой, а с обратными числами. Значит, зато за счет того, что обратно, мы перешли к обратному, мы работаем с ограниченными операторами, что гораздо более, ну, в анализе приятно, чем, значит, отслеживать всякие эффекты, связанные с неограниченными операторами. То есть, это, ну, для меня удобнее, то есть, я, как бы, поэтому и говорю об обратных операторах, чтобы технически было так более изящно. Вот. Ну, давайте на квадрат этого оператора посмотрим, применим дважды. И что здесь мы увидим? Мы увидим, что и на четном пространстве это действует по такой формуле, на нечетном по такой. И, соответственно, значит, если мы здесь φ заменим на какую-то функцию ψ, то операторы эти будут отличаться от этих на оператор ранга 1. Вот это и есть то возмущение ранга 1, которое мы, ну, вот, которое заложено во всей этой деятельности. Значит, если мы вот здесь получим самосопряжённый оператор при какой-то функции ψ, то наш оператор будет его одномерным возмущением. Поэтому будем искать, вот, ну, как бы дальнейшая деятельность, может пониматься как поиск функций ψ, для которых полученный оператор будет самосопряжённым. Что-то застрял. Ага. Значит, кратенько про канонические системы. Каноническая система — это дифференциальное уравнение вот такого вида. На интервале. Т пробегает интервал. Ф — это функция вот с двумя, как сказать, из двух функций. Да. Значит, Z — это называется спектральным параметром. Йод — это матрица. Значит, обращу внимание, что она переворачивает. То есть первую компоненту во вторую, а вторую — в первую. И он, значит, меняет их местами. Гамильтониан. Гамильтониан — это локально суммируемая неотрицательная матричная функция 2 на 2. Значит, он... Какой гамильтониан? Он на отрезке. Значит, он локально суммируемый. Спасибо. Да. Локально суммируемый. Значит, ну, нужно как бы суммируемость на концах. У нас такая нестандартная суммируемость, что на правом конце есть суммируемость, на левом нет. Ну, вот как бы это такой специфический случай, потому что мы работаем за этой функцией. А там всё хитро бывает. Ну и диагональный. Диагональный гамильтониан соответствует как раз тому, что ограничение на класс пространств Дебранжа, который мы рассматриваем, что функция обладает дополнительной симметрией. Да. Значит, что здесь хорошего? Если мы возьмём такое решение, которое... Значит, решение — это функция... Столбик такой, да. Если верхняя компонента стремится к единице, а вторая, нижняя, стремится к нулю на левом конце интервала. Значит, здесь подчеркну, что... Да, то такое решение нам даёт структурную функцию, определяет структурную функцию для пространства, которая будет использована для построения канонической структурной функции пространства Дебранжа. Вот как написано здесь. Значит, мы берём... Если у нас есть такое решение, которое, значит, в пределе на левом конце даёт 1,0, то мы берём функцию e, a плюс e, b. И тогда при каждом t мы получаем структурную функцию для пространства Дебранжа, и получается такая цепочка пространств Дебранжа, соответствующая для каждого t. Для каждого t имеем пространство Дебранжа. А общее объемлющее пространство Дебранжа соответствует тому, что мы имеем на правом конце нашего интервала. Значит, Гильбертово пространство канонической системы — это пара весовых пространств. Значит, определяем оператор. Оператор — это интегральное преобразование. Значит, здесь мы просто... a и b — это решение, вот это каноническое, которое мы фиксировали. f плюс-минус — это наша функция, а w плюс-минус — это клетки нашего Гамильтониана. И оказывается... Да, я отмечу вот здесь как раз уместно заметить, что если клетки Гамильтониана — это единичный оператор, то мы получаем обычное преобразование Фурье. Так что, значит, вот это показывает... Если они не единичные, то тогда получается нечто другое, но аналог обобщения преобразования Фурье. Значит, целая функция получается, элемент пространства Дебранжа, и более того, это отображение оказывается изометрическим — на. То есть получается, что у нас есть два пространства — пространство канонической системы и пространство Дебранжа. Они изометрически отождествляются, соответственно, то, что мы имеем, например, для пространства Дебранжа, мы можем пересаживать на пространство канонической системы. То есть такое преобразование Фурье, оно и есть так вот реализованное. Да, и верхняя компонента пространства канонической системы соответствует чётному пространству, нижней — нечётному. Так, да, ну, дальше строится, значит, предлагается, нам нужно вот такую функцию, да, вот теорема была, что мы хотим с таким пространством Дебранжа структурную функцию иметь в таком виде. Вот так прямо не получается. Приходится побороться, слегка её видоизменить. Вот на такую, значит, здесь берётся функция, которая нам нужна. Значит, да, мы переворачиваем ось с положительной на отрицательную, значит, вот Т, но это просто технический момент, я не буду сейчас объяснять. Значит, дальше строится полусумма самой функции, её перевёрнутой, и полуразность. То есть, ну, по сути, простые модификации, плюс ещё домножение на константу. И оказывается, что вот такие А и Б нам как раз дают наше решение, которое определяет. То есть, ну, так или иначе, это просто явно выписанная формула для вот этого решения А и Б, которые обладают нужными свойствами. И оказывается, что вот такая функция Е, которая получается по решению А, Б, она имеет такой вид, и она является структурной функцией для канонической системы, у которой вполне конкретный гамильтониан диагональный. То есть, видите, вот здесь различие только что здесь Е в степени 2Т, а здесь Е в степени минус 2Т. То есть, первая компонента, она экспоненциально убывает на минус бесконечности, а вторая, наоборот, экспоненциально растёт. А вместе дают каноническую систему, у которой пространство Дебранжа хорошо записывается. Ну, дальше, оказывается, что пространство Дебранжа на самом деле определяется не единственным образом. И то, что у нас там не совсем то, что надо было, значит, на самом деле пространство Дебранжа получается ровно тем, как требовалось. То есть, полученная каноническая система даёт нам именно то пространство Дебранжа, которое содержит кси-функцию, делённую на многочлен степени 3. Ну, остаётся что сделать? То, что у нас был оператор в пространство Дебранжа, у которого нужен спектр, а мы его теперь с помощью построенной унитарной эквивалентности пересадим в пространство канонической системы. Ну, вот так получается. Если взять оператор в пространстве Дебранжа, заданной вот такой формулой, то это будет оператор в пространстве канонической системы, это дифференцирование и переворачивание, ну и дальше умножение на обратную функцию Гамильтониану. Значит, если мы зафиксируем граничные условия Дерехле, то соответствующий оператор в пространстве Дебранжа будет иметь такой вид. Ну, вот то, что я говорил, это есть одномерное возмущение, по сути, того, что получалось для дзета-функции. То есть, для дзета-функции было вот так, с конкретной функцией фи, а для стандартный оператор в пространстве канонической системы имеет такой вид. Они отличаются на одномерный оператор. Ну, собственно, это и есть то, что нам надо было. Теорема, то, что существует функция вещественно-значная, такая, что вот такой столбик 0, эта функция, является элементом канонической системы нашей, которую конкретный диагональный Гамильтониан был выписан. Значит, и то, что спектр оказывается вот таким, как надо. То, что берем дзета-функцию, разворачиваем ее на вещественную ось, выбрасываем пару симметричных нулей, и одномерное возмущение оператора канонической системы, оно нам дает оператор с нужным спектром. Значит, отмечу, что гипотеза Риммана состоит в том, что спектр этого оператора вещественный. То есть вся эта конструкция не уходит от понимания, где же здесь гипотеза Риммана. То есть получается не самосопряженное, а одномерное возмущение самосопряженного оператора. Но гипотеза Риммана говорит, что у него все равно вещественный спектр мог бы быть. Ну и дальше последний шаг здесь уже состоит, что переход к операторам штурма Леувиля – это стандартная вещь, то, что как перейти. Да, если посмотреть на оператор канонической системы, взять его квадрат, то это действительно получается пара операторов штурма Леувиля. То есть вся эта конструкция распадается в пару, отдельно верхняя, отдельно нижняя часть. Оказывается, что наше одномерное возмущение тоже, вот в силу того, что там функция была четной, ну вот за всем этим следили, то, что одномерное возмущение квадрата, оно как бы имеет вид, уже двумерное возмущение. Но как бы вот эти размерности два, одна размерность идет в верхнюю часть, другая в нижнюю. То есть получается пара одномерных возмущений самосопряженных операторов. Ну дальше уже технический момент. Значит, вот я напоминаю теорему, то, что вот как это получить? Есть, значит, что надо взять? Надо взять квадрат, во-первых, нашего оператора, у него, значит, по теореме взять оператор канонической системы с нужным спектром, одномерное возмущение, значит, по, извините, рано, по возвести в квадрат, получить, значит, пару операторов, спектры, заканчиваем, спектры вот раздвоятся, то есть кратность 2 появится, но зато верхняя и нижняя части, они окажутся раздельны. Возмущение тоже распадает, то есть вот здесь уже, когда мы рассматриваем отдельно одномерное возмущение верхней части, одномерное возмущение нижней части, в обоих случаях получится возмущение одномерное. И спектр уже был размерности 2, значит, одна единичка наверху, единичка внизу. То есть всё разделяется как надо. Но дальше нужно просто, это стандартная вещь, что операторы штурма Лиу-Вилля такого общего вида сводятся к операторам Шрёдингера с помощью преобразования Лиу-Вилля. Вот здесь чуть-чуть, если модифицировать, нужно взять вот такие унитарные преобразования весового пространства на безвесовое и применить их, то получится как раз те самые операторы, о которых шла речь в теореме. Соответственно, получается доказательство того, что последовательность этих переходов нам даёт доказательство утверждения о одномерных возмущениях дифференциального оператора. Всё, спасибо, я, по-моему, успел как раз вовремя. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров Т.Горелова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Куракова Субтитры создавал DimaTorzok